всем привет вы находитесь не на секретной космической станции хоспорт а у меня в гостях потому что у нас более серьезная так сказать тема сегодня мы будем читать песню вторую данте комедия от перед тем как мы начнем я хочу вам сказать что если вы вдруг не смотрели мою трансляцию на тему биатричи лауры и фиаметты то есть о трех главных женщинах прото-ренессанса рекомендую посмотреть потому что сегодня в этой песне наконец появится биатричи так сказать лицом она будет названа как известно в поэзии в прозе то что названо то есть то существует и поэтому возможно данный ролик он идет час с копейками там час 10 по моему час 15 поможет вам лучше понимать контекст потому что отношения между данте и биатричи были довольно специфичными и вам я думаю будет полезно о них узнать потому что существует определенная романтизированная версия их отношений так вот она не совсем справедливо куда наверное справедливей комплексное понимание их взаимоотношений потому что биатрича была не просто возлюбленной данте платонической она была еще его соседкой была девушка которая буквально всю свою жизнь находилась на его глазах он за ней буквально следил в каком-то смысле хотя и не подходил особо близко в общем и взаимоотношения были довольно сложными как и взаимоотношения их семей потому что они были еще раз соседями но у них по всей видимости был разный социальный статус по крайней мере именно это угадывается в том что данте всегда использует например слово куртуазное в отношении биатричи по крайней мере до тех пор пока он ее не превознес в на совершенно религиозный уровень скажем так как бы то ни было давайте с вами зачитаем песню вторую сперва а потом они немного поговорим хотя признаться честно она несколько проще чем первая песня она в большей степени сюжетно нежели философско песнь 2 день уходил и небо воздух темные земные твари уводил ко сну от их трудов лишь я один бездомный приготовлялся выдержать войну и с тягостным путем и состраданием которую не ложно вспомину о музы к вам я обращусь с воззванием о благородный разум гений свой запечатлей моим повествованием я начал так поэт вожатый мой достаточно ли мощный я свершитель чтобы меня на подвиг звать такой ты говоришь что сильвиев родитель еще плотских не отрешась оков сходил живым в бессмертную обитель но если поборатель всех грехов к нему был благ то рассудив о славе его судеб и кто он и каков его по честь достойным всякий вправе он избран в небе света и добра стал предком риму и его державе а тот это когда пришла пора святой престол воздвигли в мире этом преемнику верховного петра он на своем пути тобой воспетом был вдохновлен свершить победный труд и папский посох ныне правит светом там вслед за ним избранный ли был сосуд дабы другие укрепились в вере которую спасению идут а я на чьем я оснуюсь примере я не апостол павел не иной я не достоин ни в малейшей мере и если я сойду в страну теней боюсь безумен буду я не более ты мудр ты видишь это все ясней и словно тот кто он чушь недавней воли и передумав в тайной глубине бросает то что замышлял до толи таков был я на темной крутизне и мысль меня прельстившую сначала я поразмыслив истребил во мне когда правдива речь твоя звучала ты дал смутиться духу своему возвышенная тень не отвечала нельзя чтоб страх повелевал уму иначе мы отходим от свершений как зверь когда мерещится ему чтобы разрешить тебя от опасений скажу тебе как я узнал о том что ты моих достоин сожалений из сонма тех кто между добром и злом я женщиной был призван столь прекрасный что обязался ей служить во всем был взор ее звезде подобен ясный ее рассказ струился не спеша как ангельские речи сладо страстный о мантуанса чистая душа чья слава целый мир объемлет кругом и не исчезнет вечно в нем дыша мой друг который счастью не был другом в пустыне горный верный путь обресть отчаялся и оттеснен испугом такую в небе слышала я весть боюсь не поздно ли я помочь готова и бедствие он мог не перенесть иди к нему и красотой у слова и всем чем только можно по собя спаси его и я утешусь снова я беатрича так то шлет тебя меня сюда из милого мне края свела любовь я говорю любя тебя не раз хваляя величая перед господом мой голос назовет я начал так умолкший отвечая единственная ты кем смертный род возвышенней чем всякое творение вмещаемое в малый небосвод тебе служить такое утешение что я совершив заслуги не приму мне нужно лишь узнать твое веление но как без страха сходишь ты во тьму земного недра алча вновь подняться к высокому простору твоему когда ты хочешь в точности дознаться тебе скажу я был ее ответ зачем сюда не страшно мне спускаться бояться должна лишь тогда в чем вред для ближнего таится сокровенный и новосток что страшила бы и нет меня такую создал царь вселенной что вашей мукой я не смущена и в это пламя не схожу нетленный есть в небе благодатная жена скорбя о том кто страждет так сурово судью склонила к милости она потом ключи обратила слова и молвила твой верный в путах зла пошли его пособника благого лючия враг жестоких подошла ко мне сидевший с древнюю рахилью сказать господня чистая хвала о беатрище помоги усилию того кто из любви к тебе возвысился над повседневной были или не в нем лишь ты его мольбе не видишь как поток грознее моря уносит из немогшего в борьбе никто поспешнее не бежал от горя и не стремился к радости быстрей чем я такому слову сердца вторя сошла сюда с блаженных ступеней твоей вверяясь речи достохвальный дарящий честь тебе и внявшим ей так молвила и взор ее печальный верх обратясь сквозь слезы мне светил и торопил меня к дороге дальней покорный ей к тебе я поспешил от зверя спас тебя когда к вершине короткий путь тебе он преградил так что ж зачем зачем ты медлишь ныне зачем постыдной робостью смущен зачем не светил смелую гордыней когда у трех благословенных жен ты в небесах обрел слова защиты и дивный путь тебе предвозвещен как дольный цвет сомкнутые побитый ночным морозом чуть блеснет заря возносится на стебле весь раскрытый так я воспрянул мужеством горя решимостью был в сердце страх раздавлен и я ответил смело говоря о милостиво таким я избавлен и ты сколь благ не пожелавший ждать ее правдивой повестью наставлен я так был рад словам твоим внимать и так стремлюсь продолжить путь начатый что прежней воли полон я опять иди одним желанием и объяты ты мой учитель вождь и господин так молвил я и двинулся вожатый и я за ним среди глухих стремнин во первых вот это выражение среди глухих стремнин это вы запомните она буквально крылатая но встречается много где и много когда цитируется в любом случае мы с вами сейчас переходим к разбору этого дела тут все довольно просто но мы немножко поговорим о смысле заложенным в этой песне и о том какая связь между ней и реальностью в которой жил богослов и поэт данты поехали итак немного вам объясню значит у меня на мониторе передо мной нахожусь тупая там ничего нет я туда смотрю просто для того чтобы видеть как я выгляжу на этом мониторе помимо того что на нем вебка стоит у меня примечание это примечание которые здесь в конце книги но мне просто туда-сюда бегать неудобно в целом же мы с вами поговорим вот о чем значит вторая песнь это момент сомнений вообще это довольно интересный момент потому что первая песня собственно говоря тоже про сомнения там главный герой данте попадает в лес сомнений грехов да а здесь он продолжает испытывать сомнения хотя у него появился вожатый который его из этого леса вытаскивает это как бы своего рода последняя попытка свернуть пути в дальнейшем он уже таких попыток буквально принимать не будет предпринимать значит он спрашивает у вергилия данте достоин ли он того чтобы спуститься в ад и вернуться оттуда целым и невредимым в процессе этих вопросов он приводит в пример некоторых персонажей исторических и и мифических к примеру он напоминает сильвиев родитель еще плотских не отрешася оков сходил живым в бессмертную обитель кто такой сильвиев родитель сильвиев родитель это свое само собой н.э. который спускался в ад а кстати его спуск в ад описал именно вергилий что как бы очень удобно в данном случае получилось не уверен что исключительно ради этой фразы был выбран вергилий думаю что данте испытывал к нему личную привязанность к вергилию как поэту языческому поэтому обратите внимание но в любом случае а это н.э. который спустился в ад где была тень его отца соответственно сильвиев родитель это н.э. а у н.э. отец энхиз которым он собственно в ад и спускался там н.э. как бы это сказать приобрел от анхиза своего рода приказ приказ или наказ наставление создать новую страну буквально рим и соответственно здесь данте пишет стал предком риму и его державе и соответственно это держава в которой святой престол воздвигли в мире этом преемнику верховного петра апостола петра преемника соответственно папа римский само собой потом он вопрошает значит я не апостол павел не н.э. я не достоин ни в малейшей мере если я сойду в страну теней боюсь безумен буду я не более ты мудр ты видишь это все ясней он говорит о том что если он спустится в ад его вера недостаточно крепко потому что он только что жил и находился в лесу сомнений поэтому он там просто сбрендит когда увидит все ужасы ада и ничего не поймет соответственно все это путешествие будет бессмысленным обреченным на провал однако далее далее слово берет вергилий который рассказывает о том что он послан сюда был женщиной то есть биатрича оставим пока ее за кадром потому что они они и мы и так очень много знаем суть в том что здесь появляется женская троица которая данте была свойственна в принципе это богородица благодатная жена это святая лючия и это соответственно биатрича которая как здесь написано в тексте сидевшая с древней рахилью биатрича в целом она не обладает каким-то религиозным статусом библейским потому что для данте это кто это женщина которая умерла но которую он возносит на уровень святых хотя она святой не является она просто скажем безгрешная праведная женщина но именно ее данте назначает своей защитницей заступницей и поэтому ему нужно как-то это дело оправдать он строит такую вот тройную цепь в которой биатричи соответственно защищает его лючия находится на связи между биатричи с богородицей а богородица уже общается с господом богом напрямую что у меня здесь есть интересного из примечаний он там говорит да фразу из сонма тех кто между добром и злом это речь идет о тех кто пребывает в лимбе в чистилище само собой да это интересный момент кстати говоря чтобы разрешить тебя от опасения говорит вергилий скажу тебе как я узнал о том что ты моих достоин сожалений и сонма тех кто между добром и злом я женщиной был призван столь прекрасный что обязался ей служить во всем он находится в чистилище сам вергилий потому что в рай ему дорога закрыта он язычник оттуда его призвала женщина столь прекрасно что он обязался ей служить во всем понятно прекрасно естественно не физической красотой а духовные моральные и так далее она к нему кстати обращается о мантуанса чистая душа подчеркивая его происхождение причем в терминах современной для данте италии они римских соответственно говорит что ее друг данте то друг такая древняя версия френд зоны меня сюда измила у меня края свела любовь я говорю любя и у нас значит получается беатрича награждена силой спуститься в чистилище из рая и там попросить за возлюбленного поэта причем вергилий тут даже у нее интересуется но как без страха сходишь ты во тьму земного недра алча вновь подняться к высокому простору твоему получается что вообще это нарушение правил это нарушение той космологии космогонии которую сам же данте здесь изобразить дальнейшем получается что беатрича доступно даже такое она тут говорит бояться должно лишь того в чем вред для ближнего таится сокровенный и новость что страшила бы и нет нет ничего страшнее чем вред который мы наносим другим людям вред который мы можем нанести себе не страшен это самопожертвование это основа самопожертвования в данном случае ради поэта меня такую создал царь вселенной что ваш вашей мукой я не смущена и в этом в это пламя не схожу нетленный то есть ее это пламя не берет и дальше она описывает всю эту цепочку то есть благодатная жена богородицы обратила внимание на страдания данте передала весть о них лючи а лючи и соответственно сказала ей что твой верный в путах зла пошли ему пособника благого господня чистая хвала у беатрича помоги усилию того который из любви к тебе возвысился над повседневной быть обратите внимание основной положительной чертой данте для лючи и по крайней мере а скорее всего для богородицы для самого господа бога является то что он возвысился над быть бытовой жизнью стал выше всего этого дела то есть своем поэтическом азарте дошел до ну потрясающих высот и буквально стал достоин того что ради него одна дама из рая спускается в чистилище две другие дам повыше ей помогает насчет лючи это отдельная тема которую я думаю нужно знать лючи я играет важную роль она посредник между богородиц как я уже говорил о беатриче и именно ее данте выбрал по причинам довольно странным дело в том что сам данте всю жизнь жаловался на зрение у него было плохое зрение он из-за этого мучился очень сильно это мешало ему собственно говоря писать и поэтому его буквально его святой стала лючи потому что лючи святая слепых она ведет тех кто не видит своими обычными земными глазами вероятнее всего и беатрич тоже беатрич партинария я имею ввиду настоящая беатрич скорее всего тоже имеет отношение ключи скорее всего она крестилась и проходила религиозные обряды в церкви лючи святой санта лючи потому что эта церковь находилась в том месте флоренции где жили и партинария алигией так что лючи здесь введена по всей видимости в том числе из ностальгических мотивов и потому что она лучше всего подходит для данте как бы но вы понимаете она символизирует просветление для слепого человека слепому человек отдает глаза какие-то сверхъестественные и данте в после леса сомнений ему нужно прозреть именно лючи за него соответственно хлопочет как святая которая заставляет прозревать слепых далее вергилии естественно вопрошает у данте почему ты значит медлишь почему ты смущен когда у тебя сразу три доступ доступа господи простите меня пожалуйста три заступницы и соответственно данте получив такое позитивное подкрепление понимает что сдаваться он не имеет права и смело отправляется изучать от все это можно было бы назвать вступлением конечно же однако важно отметить что важно отметить что беатрича в данном случае является его светом в конце туннеля то есть буквально святой причем святой достаточно высокого уровня раз ей позволено то что многим другим не позволено но при этом имейте ввиду вот что это я думаю вы должны были вынести из нашего разговора на тему как раз женщин прото ренессанса данте никогда не был просто поэтому данте был и политиком и богословом и поэтому прозаик естественно и философом в том числе в странном средневековом понимании философии поэтому божественная комедия точнее просто комедия слова божественной книги я напомню приписал бокача когда издавал ее так вот комедия это не только и не столько собственно говоря любовное произведение это произведение в том числе политическое как мы с вами выяснили в первой песне в том числе это произведение эсхатологическое эсхатологические мотивы там есть во всей красе как вы понимаете страшный суд и все остальное сравнение грехов сравнение мер тяжести грехов и так далее и поэтому беатрича здесь нужна не только как романтический интерес она здесь еще и проводник верных мыслей верных посылов например отказ от быта что для данте находящегося в изгнании было вполне логично я не говорю даже о том что это все в рамках канонов католическая вера но в том числе это и личная для данте и пёс который придет и побеждать волчицу тоже лично и для данте и соответственно святую личию вставляют в том числе из ностальгических мотивов а не только религиозных более того зареги по религиозным мотивам и оставлять нет смысла она не лучший выбор особенно учитывая то что в той же новой жизни посредником всегда является амор у данте он то приносит беатрич что уносит беатрич что сердце и скармливает и так далее а здесь появляются лучи как персонаж и одна из троицы святых дам которые за него просят таким образом что у нас получается вторая песнь продолжает быть так сказать вступительный в ней нет упоминания о том где происходит этот разговор понятно что вергилий выводит данте из леса и отправляется с ним к сожалению в ад который данте будет обозревать в скором времени на этом мы с вами на сегодня попрощаемся встретимся в следующий раз начнем читать третью песнь пока что все потому что собственно говоря больше здесь насколько я помню ничего а вот кстати небольшой небольшая сноска которую я хотел рассказать и забыл они малый небосвод там упоминает вергилий речь идет о небе луны небо небо луны это как бы малый небосвод ближайшие к земле тело и исходя из той концепции космоса которая тогда была это самый центр вселенной малый небосвод соответственно вы понимаете что речь когда идет речь о малом небосводе речь идет о вот этом пузыре на котором находится рай а над ним есть еще небосвод вот такая вот история все подписывайтесь на канал сейчас поговорим с вами о третьей песне прочитаем ее думаю будет интересно до новых встреч пока